А вот эти конфеты с какой начинкой? Это вафельное драже, внутри вафелька и покрытая сверху шоколадой. Отлично, да, можно 300. Хорошо. Алена – жительница Куйбышевского района. Осенью на пустыре недалеко от ее дома начались подготовительные работы. К весне там поставили торговые павильоны. Теперь путь женщины ежедневно проходит через новую универсальную ярмарку. Очень удобно, рядышком с домом. Очень хорошие, вежливые продавцы. Даже подскажут иной раз, что лучше, как. Очень все нравится. Цены приемлемые. Я бы даже сказала, дешевле, чем на соседнем рынке. Стихийная торговля вдоль Пугачевского тракта больше 20 лет была болевой точкой Куйбышевского района. Грязь, отсутствие пешеходной зоны, элементарного благоустройства, обвесы покупателей и продукции сомнительного качества – все это вызывало недовольство жителей. Хозяева самовольных торговых точек вели бизнес как удобно. Речи о налогах в городскую казну, естественно, не было. В 2015 году власти всерьез взялись за ликвидацию незаконного рынка. Снесли более 75 объектов. Новая универсальная ярмарка открылась неподалеку в конце апреля. Инициатива исходила от закона послушных продавцов. Предложение поддержала администрация района. Уже процесс идет не только в селении предпринимателей, но и продукция, которая по таким же ценам, как и в городе, как и везде, реализуется. Но уже законным путем, скажем, находятся объекты у нас в районе. То есть это, я считаю, большой плюс. И, естественно, заслуга людей, которые правильно выбрали позицию не работать не в законных объектах, а работать именно в законах. Своей стороны мы их, опять же, направляем на то, что есть два пути. Первый путь – это, естественно, в первую очередь легализоваться, то есть стать индивидуальным предпринимателем, если вы хотите заниматься данной деятельностью. И второе направление – сегодня у нас в части, у нас в районе есть бизнес-инкубатор, где очень много различных предложений для малого-среднего бизнеса, которые предлагают, да, для развития. То есть предлагаем обращаться туда с этими же вопросами, то есть если они хотят заниматься именно деятельностью, именно потребительского рынка. Первыми начали обживать привлекательные торговые площади представители одной из продовольственных торговых сетей. Сразу решили, что мелочей в таком деле быть не может. И покупатель, придя сюда, должен найти не только качественную продукцию, но и достойное обслуживание. Тот формат торговли с коленки, так называемый, с коробок или с ящиков, он рано или поздно сойдет на нет. И люди, которые действительно хотят развиваться в правильном направлении, рано или поздно придут к выводу, что вот тот формат, который мы предлагаем, даже на территории мини-рынка, ну, конечно, это не обычный формат для настоящего времени, но тем не менее, именно в таком направлении и будет развиваться любая форма торговой деятельности. Двести, пожалуйста, крылышки. Пять. И сосисик. Вот, то, что осталось. Я тебе пойду? Да, да. Покупателей в новых павильонах пока не так много. Но те, кто приходит, получают максимум внимания. Кроме того, у продавцов есть время заняться наведением уюта. В будущем здесь ожидается у нас картина. Вот у нас смешная продукция, то есть у нас будут соответствующие картины. У нас будут все занавесочки. То есть фасад у нас тоже будет. К этому же все будет так заманивать покупателей. Продукции, наш ассортимент тоже будет расти. Мы будем прислушиваться к нашим покупателям, их непредпочтениям, чтобы люди, бабушки, которые здесь рядышком живут, ходили к нам. В новых торговых рядах пока еще много свободных павильонов. Администрация приглашает всех желающих, индивидуальных предпринимателей, фермеров, облюбовать для себя понравившиеся места. Чтобы потом не пожалеть о своем выборе, предлагается удобный инновационный подход. Маленький такой проект, который, мне кажется, порадует индивидуальных предпринимателей, в том, что единовременно выплата производится и дается льготный период аренды в два месяца. То есть человек, индивидуальный предприниматель или, например, пенсионер или фермер может посмотреть, понравилось ему здесь, не понравилось, сможет он здесь работать, не сможет, хорошо ли идет торговля или, ну, скажем так, ему что-то, его что-то не устраивает, он может в любой момент уйти. Платить за эти два месяца не нужно. 155. Что-нибудь еще? Индивидуальные предприниматели довольны своим новым рабочим местом. В павильонах тепло, есть вода и все необходимое для того, чтобы было удобно и продавать, и покупать. Поэтому здесь уже появились завсегдатые и постоянные покупатели. Я считаю, что для нашего микроэнда будет очень даже хорошо. Вышел во двор и дворами прям прошел, и пожалуйста. Все условия, все, что захотел, все, что нужно. И по списку, и без списка удобно, считаю. Там, можно рисковать, не надо через дорогу переходить. Последние обстоятельства немаловажны для пожилых жителей района. Переходить дорогу, да еще с пакетами продуктов, сегодня действительно небезопасно. Администрация продолжает работу по ликвидации незаконной торговли. На сегодняшний день, к сожалению, в районе остается еще ряд незаконных объектов. С ними также проводится работа в плане чего? То есть они все соктированы, информация передана в департамент потребительского рынка. И, соответственно, вступление в силу закона нового регламента. Дальше будет проведена работа по ликвидации данных объектов. На месте уже убранных незаконных торговых точек продолжаются попытки лоточной торговли. Администрация провела собрание жителей микрорайона. И они поддержали идею благоустройства этой территории. Кроме того, в Куйбышевском районе идет строительство нового моста. И дорога на данном участке будет расширяться. Продолжать погоню за легкой прибылью не имеет смысла. Так как в конечном итоге все торговые места, неподтвержденные документально, будут ликвидированы. Возможно, стоит подумать о выборе удобного павильона на новой универсальной ярмарке, пока свободные еще есть, и заняться долгосрочным созиданием. Мы хотим, чтобы у нас были не просто торговые ряды, а действительно именно такое место, куда хотели бы приходить покупатели. Мы в свое время стараемся создать уютную атмосферу. Наши павильоны будут выглядеть по-домашнему. Всегда будет чистота, порядок. Мы это вам гарантируем. У нас очень чистоплотные девочки. Все у нас будет аккуратно. Мы здесь, конечно, облагоустроим рыночную зону. Будет все в цветах. Будет великолепное у всех настроение. В любое время года ждем вас за покупками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова